Говоря о радиации в целом, что, конечно, приходит в первую очередь в голову – это энергетическое направление. В 31 стране мира эксплуатируется 191 атомная электростанция, в том числе и Балковск, откуда я родом. Но мы будем говорить о неэнергетическом применении ионизирующего излучения – так называемые направления радиационных технологий. Более 20% топ-100 ведущих мировых компаний используют радиационные технологии для решения своих производственных задач. Это всем известная ядерная медицина, это стерилизация одноразово-медицинской продукции, обеззараживание медицинских отходов, это, конечно, неразрушающий контроль, просмотр внутреннего строения объектов без его разрушения, экспенсионно-досмотровые комплексы. Это улучшение эксплуатационных свойств изоляции проводов и кабелей, производство термоусаживающих труб и пленок. Это применение радиационной технологии по вопросам экологии, использование технологий, которые снижают или исключают химически токсичные вещества. Бразисты предлагают применять радиационную технологию для улучшения качества автомобиля ШИМ. Сейчас уже есть упоминания о использовании радиационной технологии в процессах крекинга нефти. Ну, также упоминается микроэлектроника, радиационный лоджик, радиационная обработка полезных ископаемых и, конечно, фундаментальные междисциплинарные исследования. Все эти направления, они активно увеличивают объем своего рынка и, в том числе, интересное нам облучение продуктов питания. По прогнозам Центра стратегических разработок Северо-Запад, объем мирового рынка облучения продуктов питания будет расти ежегодно на 10-15% в год и к 2013 году достигнет 10,9 миллиардов долларов, миллионов долларов. Как же применяют радиационную технологию? Сначала зачем это необходимо? Конечно, главная проблема, наверное, это потеря пищевых продуктов. 25-30% всего производства продовольствия во всем мире будет причинен вред на всех этапах производства, в том числе из-за насекомых вредителей, из-за микробактериальной порчи, также облучают продуктов питания для предотвращения желудочно-кишечных заболеваний. 2,2 миллиона человек в год ежегодно погибает от некачественных продуктов питания. Вот такая интересная картинка, что 30% зерна, рыбы, 45% овощей, фруктов, корнеплодов и по 20% молочных продуктов, семян, бобовых и мяса безраздно потеряется на всех этапах производства. И сейчас актуальность проблемы в том, чтобы не увеличить масштабы производства продукции, а попытаться сохранить то, что мы уже можем производить. И то, о чем мы говорим, это применение рационной технологии в целях повышения безопасности пищевых продуктов, занимает сейчас на мировом рынке 7%. Это не так уж и мало. Немного истории. Вообще, эти 7% обязаны Смоле Прескопту, который впервые описал бактерицидный эффект и ионизирующие излучения, и Эплиби и Бэнсу, которые зарегистрировали в Великобритании первый пакет на рационную обработку пищевых продуктов. Но намного интереснее история вот в 60-х годах в США, когда очень много было военных действий в США, они отправили своих военных на эти военные действия, и стала проблема – негде хранить продукты. Мощностей, холодильных мощностей для хранения не хватало. И была поставлена задача разработать новые методы сохранения пищевых продуктов. И они очень активно начали применять рационную обработку. И тут же, конечно, подключилась СССР к этому делу, как и без этого. И, говоря об истории, такое практическое применение рационных технологий в пищевой промышленности, тут мы, конечно, обязаны США. И сейчас в ежегодном мире облучается 700 000 тонн пищевой продукции. Обработка более 80 пищевых продуктов, организующих изучение, высвящена в 69 странах мира. И, если так условно поделить, то это высокие дозы больше 10 кг для стерилизации пищи иммунозависимых больных космонавтов. И два основных сейчас, которые развиваются в направлении, это инактивация микроорганизмов, предотвращение пищевых заболеваний, подавление гниения, продление сроков хранения. И дозы несколько ниже для фитосанитарной обработки и активации паразитов, ингибирующих прорастаний. И конкретно про каждое направление. Так, дозы от 2 до 10 кг обеспечивают микробиологическую безопасность специй и пряностей. И это сейчас занимает вот это направление 45% всего рынка облучения продуктов. По данным компании Excellence. Борьба с насекомыми и вредителями. Т.е. мы трасту зараженным зерном, всякими жучками нами ненужными, помещаем в резинсектор и далее отправляем либо на элеватор на хранение, либо уже конечному потребителю. Здесь, конечно, речь идет уже о том зерне, которое никуда мы не будем сажать, а то, которое нам необходимо сохранить долгое время и потом применить уже какие-то технологические процессы. Дозы до 1 кг. И преимущества. Преимущества. Это исключение и сокращение применений химических средств. Сокращение сроков обработки до одного дня. И, конечно, это, самое главное, высокая эффективность обработки. 100% гибель насекомых вредителей. Т.е. те или иные насекомые вредители при тех дозах полностью погибают. Облучают в целях фитосанитарной обработки фруктов и овощей. Вот активно работают вот эти вот страны. И особняком здесь стоит Австралия. У них чуть не на законодательном уровне прописано, что фрукты и овощи, которые не пройдут традиционную обработку, они просто не отправятся на экспорт в другие страны. И, в целом, многие страны просто-напросто запретят ввоз экзотических фруктов без предварительной фитосанитарной обработки с использованием ионизирующего излучения. Используют облучение с целью задержки созревания. Сейчас, когда у нас очень длинное логистическое паричок, когда очень много транзитных центров, когда очень долго продукт может доходить из одной точки в другую, продукт вступает к потребителю, уже созрел и испортился. И рационная обработка позволит это предотвратить и довести продукт до потребителя в нужной кондиции. Если же продукт уже в нужной кондиции и его надо заложить на хранение, например, как картофель и лук, облучают дозами, еще ниже дозы. И вот состояние картофеля через 6 месяцев после облучения дозы 0,5 кг, она не прорастает и выглядит заметно лучше. И в целом достигается цель увеличения сроков годности. основные процессы – это гниение, это… Какие еще тут? Ну, все эти негативные процессы, которые происходят на продуктах питания, они вызваны микроорганизмами, вредами. И облучение их убивает, либо инактивирует, снижает уровень их жизнедеятельности, тем самым увеличивает сроки хранения продуктов. Причем совершенно разнообразных, как фруктов, так, например, обработка рыбных прессеров, снижает микробную обсемененность, увеличивает сроки хранения. Причем органолептические и химические свойства продукции не изменяются. Доза от 3 до 6 кг. Конкретный пример, например, хранение филе морского языка или камбулы, предварительно облученной дозой 2 кг при температуре 6 градусов увеличивает сроки хранения с 3-7 дней до 12-18. Это конкретный пример, зачем мы должны использовать облучение продуктов питания. Вот наглядные цифры. Доза еще выше, до 10 кг, способствует разрушению клеточных стенок, например, вот этих ягодах, и это способствует выходу сока, например, когда мы из них делаем сок, или увеличением выхода сахара, сахарной стеклой. Существует такая технология, как технология с использованием ускорителя низкоэнергетических электронов. Такое замещение химического протравления. Речь идет о семенах, которые не будут закладываться на хранение, а которые вот прям будут засеиваться, из них что-то будет вырастать. Облучение свободно падающих семян низкоэнергетическими электронами способствует образованию такой поглощенной дозы в кожуре, которая способствует инактивации всех рядных микроорганизмов. В Германии была создана передвижная машина и вентус-технологии, которые облучают зерно там, где надо, непосредственно рядом с полем, и сажают, полностью замещая замещение химического протравления. Также облучение используют в целях селекции новых сортов, но сейчас, я считаю, век биоинженерии и ГМО это направление немного потерял актуальность, хотя и в Европе этим занимаются и еще в это верят. Дозу еще меньше, от 3 до 40 ГР используют для стимуляции роста развития растений, для повышения полевой всхожести, для стимулирования роста развития, что снижает разнокачественность растений и увеличивает стрессоустойчивость к различным факторам, к уровню качества почвы к холодным температурам. И в основе этого агроприема лежит феномен радиационного гарнизиса, частного проявления общебиологического явления, согласно которому вещества и воздействия, вызывающие вредные ингибирующие эффекты при высоких дозах, при значительно более низких дозах, вызывают положительные стимулирующие эффекты. Вот перед тем, как у нас наблюдаем ингибирование какого-либо оцениваемого нами параметра, мы сначала наблюдаем его стимуляцию. Такое одно из направлений. Вот так вот выглядит облученная продукция. Это значок радура и маркировка продукции. Говоря, принципиальным вопросом здесь встает хранение облученной продукции. Если речь идет о микробиологической безопасности, о долгосрочном хранении, то хранить продукцию и уже облучать надо в вакуумной упаковке, в специальной вакуумной упаковке для того, чтобы предотвратить повторное микробиологическое загрязнение этой продукции. И вот этими всеми приемами, методами сейчас в мире, в 2010 году в мире было облучено около 400 килотонн пищевой продукции. Лидеры, конечно, здесь Китай, Америка, страны. Далее идут страны Азиатского, Техокеанского региона и страны Европы и Африки. Один из лидеров в этом направлении – это Китай. И тут интересно вот, что у них такая политика. Вот эти все радиационные технологии, не только пищевой промышленности, активно поддерживаются на государственном уровне и только потом передаются в руки частного бизнеса. В России хотят сделать все наоборот. Бизнес должен поднять, потом отдать все государству. В Китае более 280 центров по облучению всего, что только возможно. Из них 83 центра, которые облучают продукты питания. Так, в 2012 году 765 тысяч тонн было облучено, а в 2015 уже более миллиона. И рынок растет ежегодно на 10-15%. В США также основным аспектом применения радиационной обработки – это облучение урожая сельскохозяйственных культур после уборки для гарантии микробиологической и санитарной безопасности. Облучают активно еду в армии, больничный рацион, еду для космонавтов. И тут еще интересная ситуация. Они начали строить у себя центры по облучению продуктов питания, вставить значок радуру, и продажи упали вдвое. Они забеспокоились, как же так, и нашли выход строить традиционные центры по обработке пищевой продукции в других странах. Там облучают необходимую им продукцию и ввозят себе. И руководство с тем, что в других странах нормативная база немного другая, значок радуру уже не нужен. Цель решена, народ спокоен. Но сейчас они все равно строят эти традиционные центры, от этого никуда не уйти, и ведут активную пропаганду о том, что самый лучший продукт, самый безопасный, самый вкусный, самый полезный – это традиционно облученные. Совершенно разные вот тут. Например, картофель. Также ту или иную традиционную обработку применяют в Таиланде, даже в ЮАР, в Южной Африке. И экспериментальный полукоммерческий проект по облучению различных продуктов питания действуют в ряде стран, причем далеко не самых развитых. Это говорит о том, что очень широкая география применения традиционной технологии в пищевой промышленности. И самый главный вопрос, наверное, который себя беспокоит, с которым я очень часто сталкиваюсь – это безопасно ли вот эта облученная продукция. То есть облученные продукты не становятся радиоактивными. Вот тут, кто и не понимает, на других языках написано. Вот, что поэтому сказал Гершин Викторович Буткер, академик, изобретатель много чего. Что касается самих облученных материалов, включая продукты питания, то они не содержат никакой наведенной радиоактивности. Пользуются ими также безопасно, как держать в руках негеновский снимок ваших легких или желудка. Действительно, мы уже не боимся держать в руках негеновский снимок, но боимся есть яблоко, которое так или иначе было облучено для каких-то либо целей. Тут не надо путать две вещи. Что реактивно загрязненный продукт – это продукт, в составе которого в силу каких-то причин оказались радионуклиды. И радиационно обработанный продукт, который не может приобрести радиоактивность, в процессе радиационной обработки нет прямого контакта радиоактивного вещества паст-продуктов. А допускаемая при обработке пищевых продуктов международными нормами мощность дозы гамма-излучения или электронного излучения полностью исключает возможность появления наведенной радиоактивности. К примеру, при ежегодном индивидуальном потреблении пищи 50 кг, уровень дополнительного облучения составит одну тридцатитысячную от естественного радиационного фона. А перелет из Босса на Сан-Франциск обусловливает дозу облучения примерно в сто раз больше. Но у никого не возникает вопроса, с какой он дозы получит, когда путешествует на самолетах. Вопрос безопасности – это основополагающий вопрос, самый главный, который очень жестко регламентируется на мировом уровне. В 1970 году был создан международный проект по облучению пищевых продуктов. Начались эксперименты. И в 1981 году объединенный комитет экспертов Фаума, МГТ и ВОЗ, которыми познакомились из фильма, этот объединенный комитет экспертов пришел к выводу, что облучение любого пищевого продукта дозами не превышающими 10 кг не вызывает токсичного действия и не требует дальнейших токсилогических исследований. Причем доза 10 кг должна набраться соответствующим излучением электронное, тормозное излучение, гамма-излучение соответствующих характеристик. При соблюдении этих параметров все безопасно, опасаться нечего. И в 1984 году разработан 23 кодекса облучения различных видов сельсхозяйственной пищевой продукции. Работа ведется ежегодно, не останавливается, хотя они уже, по-моему, очень хорошо обосновались все еще в 1981 году. И в 2011 году комиссия Европейского управления подтвердила эффективность и перспективность технологий с использованием и монетизирующих излучений. Вот эти 23 кодекса, которые они разработали в 1984 году, это по зерну, по мясу, сухие овощи, свежие, рыба, фрукты, кодексы по установкам, по мерам контроля, по определению продуктов, облучен был он или нет. Создаются документы несколько ниже рангом, в которых также прописано, как облучать, что можно облучать, все технологические процессы там прописаны. И главной целью преследуется безопасность продуктов, на первую очередь, это безопасность потребителя, потом безопасность продукта, безопасность процессов облучения продуктов питания и безопасность персонала, которым этим всем делом занимается. И все вот эти стандарты, которые разрабатываются, они основаны на стандартах здоровья животных, стандартах здоровья растений, стандартах безопасности и качестве пищи. Кодекс Алиментариус, свод мировых стандартов по производству продукции. А какая же ситуация в России с этим делом? Ну, тут не только с нормативной базой, а вообще в целом. Мне понравилась фраза компании Теклиор, что нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, нужно бежать как минимум вдвое быстрее. По-моему, вот эта фраза, она не только ситуация с традиционными технологиями, а с многими другими направлениями очень исчерпывающе описывает ситуацию в России. Какие проблемы у нас? Почему не применяются? Это несовершенствованные нормативные базы. Это отсутствует комплексная программа развития и внедрения традиционной технологии. Это радиофобия. Ну, это не только в России, это во всем мире, и, наверное, это надо поставить даже на первое место сюда наверх. Радиционные технологии не внесены в технологические процессы производства, переработки, хранения продукции. И отсутствуют документы, да, конечно, в том, что регламентирующие процессы традиционной обработки. Отсутствует логистика. Обучательский центр создаются не с точки зрения удобства, а с точки зрения их возможности создания. И в России нет ни одного специализированного обучательского центра по обработке пищевой продукции. К слову, построить один центр стоит 150-300 миллионов долларов, и по прогнозам окупится он за 5-7 лет. Вот, ни одного такого нет. Но работа идет, работа идет очень активная. Мы опять догоняем весь мир в этом деле. И 11 декабря была поставлена задача по разработке отечественной нормативной базы применения радиационных и других видов обработки сельскохозяйственных. В 2015-2016 году разрабатываются планы реализации мероприятий по совершенствованию нормативной базы, в том числе радиационной и иной видов обработки сельскохозяйственных сырья. И есть понимание того, что от этого не уйти, что это так или иначе будет включено в технологические процессы в России, вот из проекта прогноза, что значительную роль в будущем будут играть агроядерные технологии, связанные с использованием разнообразных организирующих излучений для борьбы с патогенными организмами, обработки семенного материала, исследования прописи сельскохозяйственных материалов и так далее. И указом президента Российской Федерации было решено включить традиционные технологии в программу развития сельскохозяйственных. Вот те 23 кодекса, которые я говорил, которые были разработаны в 1984 году, они переводятся. Это общее положение, основные технические требования, это требования к разработке, маркировка совершенно различная. Вот эта аббревиатура говорит, что ГОСТ был переведен, не разработан, а переведен. Но это все ГОСТ Евразес, это Европейская международная организация по торговле. В России нет ни одного ГОСТа, ни одного нормативного документа, который бы разрешал или как-то регламентировал рационную обработку пищевой продукции. Официального положения Международного кодекса об облучении пищи не введены ни в один законодательный документ. Более того, в доктрине продовольственной безопасности нет разделов, где облучение сельскохозяйственной и пищевой продукции было бы включено в качестве одной из технологий, применяемых при производстве и хранении переработки. Над процессами применения рационной технологии пищевой промышленности работают вот эти вот институты, это лидеры, в том числе и вот институт в Обинске. И вот так вот выглядит установка, например, рационный стационарный комплекс в Беларуси по стерилизации дезинсекции сельхозпродукции с использованием ускорителя электронов. А вот так вот выглядит схематично стационарный комплекс для облучения продукции с использованием мощной гаммы установки. И для того, чтобы... Нужно, когда будем создавать, если в России большие комплексы по облучению продуктов питания, нужно, конечно, там строить и на базе ускорителя электронов комплексы, и с использованием гаммы установок. То есть, они должны быть вместе. У каждой есть свои плюсы, есть у каждой свои минусы, но должны создаваться и экспортироваться на одном предприятии, на одной организации. Вот так вот выглядит рационная установка конвейерного типа на основе линейного ускорителя, где загружают тот или иной продукт, и он проходит обработку и дальше куда-то отправляется. Активно в этом направлении работает Институт радиологии и агроэкологии. Множество, ну и еще другие компании, которые привозят продукцию. В основном, это, конечно, сухие специи, приправы. Это сушеные фрукты, сушеные овощи для обеспечения микробиологической безопасности этой продукции. И, говоря о нашем институте, Институте радиологии и агроэкологии, УРСАТО подписал соглашение о развитии проекта сооружения Центра ядерной науки технологий в Боливии. Город, забыл их называть, на высоте 4100 метров, уникальный центр. И институт радиологии принимает активное участие в разработке концепции этого института, ввода в эксплуатацию и дальнейшей его эксплуатации. Казалось бы, почему бы у нас не сделать такое. Нормативные базы отсутствуют. Ну и в заключении, коротко о том, кто в России этим занимается, тот Росатом Оверзис пытается внедрить развитие облучения пищевой продукции. Создан региональный центр стилизационных технологий «Акцентр». И как только началась работа, как люди поняли, что этого не избежать, они добавили мигом к себе приписочку, что мы еще можем и обрабатывать пищевую продукцию. Хотя изначально он строился совершенно для других целей. Создается первый частный центр разработки внедрения технологии обработки пищевой продукции, ускоренной электронами. Это вот в Калужской области, Парк Ворсина, вот Теклеор. У них уже вот прямо написано «Обработка сырья, растительное животное происхождение и конечные продукты в питании». Разработана и реализована конструкция новой гаммы установки с предыдущим конвейером. Предприятие госкорпорации «Росатом» НИТФА. Ну, таксистематично они изобразили вот так. Работа «Тессация тех», «Экселленс Групп», «Центры электронной лучевой обработки». И «Росатом» создает два центра электронной обработки на базу ускорительных электронов в Обминске и в Подмосковье. Но, насколько я знаю, из-за отсутствия финансирования и всех остальных проблем, все это дело заморожено и больше не продвигается. И сейчас создана «Ассоциация Калужских властей и ядерных технологий». Кстати, представители этих институтов сейчас, может быть, кто-то из вас знает, они сейчас заседают ФУИ и обсуждают, вот прямо сейчас, параллельно, обсуждают применение и внедрение ядерной технологии в пищевую промышленность и сельское хозяйство. Так называемый «Калужский властей и ядерных технологий». Ну, наверное, на этом все. Благодарю вас за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ